Всем доброе утро! С вами Эванчик и Миланчик и канал Замуж за Чеха. Ну что, дорогие мои, сегодня в этом видео мы с вами вместе отправляемся на практически, можно сказать, соседний остров с островом Вис, который называется остров Брач. И приплыем прямо в порт, который практически как имя Миланчика, называется Милна. Дорогие мои, мы с вами в этот раз поплывем более легким морским судоходным средством, это будет катамаран, то есть на него с машиной не попадете, то есть только для пассажиров. Билетики можно купить на ядролинию, как на наш паром, так и на любые другие вещи. За нами находится туристический офис, туристический центр, и прямо здесь, вот здесь сбоку, находятся кассы, где вы это все и купите. Ну что ж, билет у нас есть, сейчас на часах у нас и без 15, 7 утра. В 7.00 утра отстартовывает наш катамаран на остров Брач. Кстати, в этот туристический сезон с острова Вис катамаран на Брач плавает только один раз в неделю по средам, поэтому мы обязательно должны этот момент сами выужить, воспользоваться, потому что как же так. Мы там еще не были, ну и вы тоже, а может быть кто-то и был, тогда нам напишите в комментарии. Ну что ж, мы быстренько сейчас бежим. Кстати, дорогие мои, катамаран, который мы поплывем, называется Елена, как и я. Так что сегодня у нас не случайное совпадение. Ну что ж, мы начинаем, погнали. Как вы видите, наша красавица. Доброе утро еще раз, дорогие мои. Ну что ж, мы с вами сейчас передвигаемся прямо на тот самый припсистов, порт местный, на острове Вис, туда, куда мы с вами, собственно, и приплыли нашей большой, огромной ядроленией. И вот наш красавчик катамаранчик уже нас ждет. Но вообще-то, несмотря на то, что сейчас 7 утра, в общем-то, уже начинает припекать. А вообще, как мы поняли, сейчас какая-то экстремальная жара стоит, экстремальная здесь в Хорватии, по крайней мере, на острове Вис. Что, в общем-то, друзья мои, и ночью очень жарко, и реально очень жарко. Но о днем-то уж вообще не говорю об этом. Ну что ж, мотор уже на взводе, и мы с нетерпением нашей Еленой, реально, друзья, Елена, я вообще в восторге. Ну так что сегодня, значит, я думаю, на самом деле все получится, и все будет абсолютно супер. Все, мотор уже. Елена, здесь? Да, и работает с тех, кто не... Вместе у нас нет, если ешь, то есть, куда сядешь, куда сядешь. Ну что ж, я вытаскиваю билетики, и погнали на контроль. Так, мы сразу купили билетики на обратный путь, естественно, а обратно мы купим 18.40 с острова, так что, думаю, дождите, билет у меня на сегодня. Да, 7.00. Все, идем на контроль. Ох, я... 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 Да, я... Ох, я... Да, ну, уже это обознанно. У окен уже обознанно. Все. Дальше, да? Нужно еще. У нас до отпутя, кстати, практически все. Ну, на треть полное. Ждем. Вот видите, при чале, а точнее, бухту наше с другой стороны. Припакованы разные какомараны, лодки и так далее. Потому что такая яхта здесь у нас большая. Так, ну и все, сейчас с вами все, уже развернулись. Наша дорога у нас возьмет приблизительно полтора часа. Мы приплыли. И добро пожаловать на остров Брач. Вот люди уже ждут, потому что дальше наш катамаран плывет аж в спле. Очень скользкий вот этот вот пришвартованная штуковина. И я практически чуть не натянула бачкоры, как говорят в Чехии. Ну вот, наши Елены, мы с вами приплыли. И добро пожаловать на остров Брач. Начинают атаковать наш катамаран. В общем, это много народу. И вот все, по ходу дела, наверное, вот эти тоже едут, плывут дальше на спид. Ну а на спид нам с вами сейчас не нужно. Мы с вами идем изучать наш остров Брач. Я потеряла Миланчика. Смотрите, здесь такая сделана как остановочка. Ну вот таким образом все. Уже тот, кто поплывет дальше на Бис, точнее, извиняюсь, на сплит, уже заняли свои места. И идет аж вартовка, и наш катамаран плывет дальше. Ну а мы с вами остаемся изучать наш остров Брач. Ну вот смотрите. Трап. Все, сейчас его убирают. Убирают. Так, возвращают все эти канаты. Лучно управа. Лучно лука, да, лука это типа как паромная пристав, наверное, да, как причал. А лучно управа, то есть это типа, ну, помощники, которые помогают именно, наверное, на пришвартовке, отшвартовке, вот в общем-то, ассистенция. Ну вот видите, как здесь. Ух ты! Прикольненько, да. Смотрите. Здорово. Прикольненько. Все, отплывают. Ну да, боком, отплывают боком, нормальненько, да? Ну все, собирают вот эти буйки, я уж не знаю, как правильно они называются. Ну да, простите меня за терминологию морскую, я не... Я не человек, который разбирается в этих терминах. Все, задний ход и плывут дальше на сплит. Здорово. Так что вот так вот мы с вами, друзья, сюда приплыли, вот такой ядролинии, которая называется и носит имя мое катамаран Елена. Потому что по-чешски именно, если правильно перевести мое имя Елена, потому что я не Айлена, а я Елена. Именно так, как написано на этом катамаране. Так что вот катамаран моего имени, с моим именем мы с вами Еленой сегодня приплыли на остров Брат. Ну да, здесь плывет еще один, тоже катамаран, немножко другой. И вот люди тоже ждут, но я не знаю, куда он. Давайте посмотрим, сейчас он тоже причалит. Давайте мы с вами сегодня понаблюдаем, как причалит наш, отплывает, а другой приплывет. Но он больше какой-то такой. Да, Миланчик говорит, еще можно сесть, не так жарко. Давайте посмотрим еще, как причалит вот этот катамаран. И погоним с вами дальше на изучение острова Брач, потому что у нас программа сегодня очень набитая. Хотя тоже две палубы. Ну, сейчас с вами посмотрим, как он пришвартуется и погоним дальше. Вообще интересно всегда, друзья, вот так наблюдать. Конечно, для людей, я так думаю, для людей, естественно, такая рутина, а для нас это прям такая забава. Мы такие, вау! Так что вот такой Милан-Брач, да, то есть он потом, видите, да, потом на Варк, Арчула, это все острова. Вот такое крыло. И сейчас оно пришвартуется. Ну, а здесь люди уже ждут. Я Миланчика... Я Миланчика не узнала, думаю, вы же вы кто со мной разговариваете. Ну, видите, опускают. Опускают. Ну, да, он, наверное, здесь как раз сейчас пришвартуется. Вот так вот они... Сейчас бросит ему эти канаты. Служба... Мальчишка сейчас... У-у-у! Почти попал. Да. Сейчас он это подтянет. Патя тянет вот таким образом. Ух ты! У-у-у! Ну, все. Все готово. И сейчас люди рванул дальше на остров Варк. Это тот остров, который ближе к нам, к острову Вису. А, варь, мы с Миланчиком тоже были, но, честно говоря, как-то... Ну, Милан делает, смеется. Еще можно встретить людей, которые еще носят респираторы. Еще есть такие. Так, ну что ж, друзья, вот таким образом здесь проходят такие рабочие моменты. Доправы, то есть связь именно водная, инфраструктура. Ну что ж, друзья мои, на время мы с вами сейчас попрощаемся с этим причалом, потому что нам нужно гнать дальше, изучать остров. Мы находимся, я поняла, что не в центре, а центр у нас вот там по курсу нашего, нашей Милны. И мы с вами сегодня сейчас идем изучать этот островок. Планов много, поэтому продолжаем. Я сейчас шла и сначала не поняла вообще, что это такое за вещь. Сначала думаю, ух ты, смотрите, как зафиксированы ветки. А потом, когда я присмотрелась, думаю, подождите, ведь это же пальма, а это сосна. Ну смотрите, вот там начинаются корни, и это дерево, ну видно, когда оно росло, его, наверное, специально, оно вот так обвивает, обвивает крону пальмы. Вот так вот. И вот растет, и чтобы оно, ну понятно, не отвалилось. Миланечка, я вам снова поиграл, музыкальное сопровождение, его вот так зафиксировали. Интересненько, а вот здесь у него корни у этого, этой сосны. Такое вижу первый раз. Пальма сосна. Новый вид дерева. Сосновая пальма, точнее. Сосновая пальма, друзья. Так, ну что ж, начинают разогревать лодочки вот здесь. Ну как все, понятно, что лодочки, естественно, как же без лодочек. Так, ну а мы гоним с Миланчиком вот по этой набережной. Мы хотим попасть в центр и хотим найти туристическую какую-нибудь информацию, чтобы взять карту этого острова. Ну и, естественно, нам нужно сегодня взять на прокат скутер, потому что программа у нас богатая. Мы хотим вместе с вами проехаться на скутере максимально, сколько будет возможно, потому что на этом острове очень много интересных вещей, очень много красивейших пляжей, которые мы хотим вам показать. Ну и, естественно, вместе с вами посмотрите, на что мы здесь, в общем-то, первый раз. Мы, да, здесь какая-то вилка прямо вот на берегу. Уже восемь часов мы час плыли на нашем Катамаране. Так что вот у нас такой ранний цикады, естественно, везде. Это просто супер, я обожаю. В общем, они так, так, так очень громкие цикады здесь. Вот люди, потихонечку городок тоже начинает оживать. Здесь кто-то сделает уборку. Но здесь не пахнет сосной, как у нас. Вот мужчина, утренняя рыбалка. Рыбка на обед. Поймал что-нибудь? А там еще нет. Еще, наверное, не поймал. Что прикольненько, вышел из дома, взял удочку, порыбачил и пришел обратно. Так, ну вот здесь олива, олива, олива один. Кабриолет. Ну, здесь грузовые машины, оливки подстриженные. Ну, и вот такая кафешечка. Кафешечка. Пивас. Везет пивас, да? А, то я олив. Олив. Путники. А, точно. Олива называется этот ресторанчик. И у него, как раз-то я, как мы смотрели, машина тоже олива. Так что видите, как прям все фирменное. Ну, в этой оливке здесь как раз-таки подстрижены. Так что, вот. Такой романтик здесь. Здесь ветерочек. Здесь Хайдуксклид Спридай. Это футбольная команда хорватская, поэтому популярный. Думаю, как у нас в Чехии спорта Брага. О, рент и боут. Но боут нам не нужно, мы не умеем. Лодки. Нам нужен скутер. Ну, вот здесь пришвартованы, видите, какая огромная такая яхта. Вот там тоже. Ну, и вот яхточки, как и у нас тоже. Это, в принципе, пекарно. Пекарно, Милан. А, пекарно. Обычно у них, в Хорватии, нам очень нравится печь. Очень вкусные всегда. Вот эти всякие булочки, там, студили. И мы всегда, когда идем на пляж, мы закупаемся. И такая, как называется, свачина для перекуса. А иногда не для перекуса, а иногда бывают наполнены, например, мясом, сыром. Такие, как, ну, типа, как Хачапурь, я не знаю, как это называется по-хорватски. Очень вкусные и очень сильные. А, братиславская машина. Словаки приплыли тоже с машиной вместе. Австрийцы. Так что, вот, забираются и сюда, естественно, так же, как и мы, и на этот остров. Вместе с машинами, естественно, логично. А мы идем в Пикарду с вами, друзья. Есть такая информация именно на лодках, куда можем отправиться. На брач-тур. Здесь, естественно, Блюкейп, Глубая пещера. Взланчик там пыли с нашего острова Виис. На Гвар. На Чиной Гвар. И так далее, и так далее. Так что, вот на этот пляж, если, дай бог, вы все в порядке, сейчас найдем скутрики, так мы хотим с вами вместе за путь вот на этот пляжик. Так что, друзья, вот он наш. Смотрите, брач, сплит, Виис. Вот, с Вииса мы с вами проплыли мимо Гвара и доплыли до брача. И вот здесь мы находимся в Милне. You are here. Ну, а дальше как раз-таки Чьего остров. И вот здесь сплит, так что люди плыли дальше на сплит. Ну, вот так вот мы с вами сегодня на браче. Фламинго запаркован. Так, еще город спит, так что я боюсь, что нам здесь придется, наверное, еще подождать какой-то период, пока откроется пекарна. Давайте пекарну с вами сейчас забредем на вкусняшку. Давайте посмотрим, что здесь интересненького. Привет! Да, с пиццем. Вот, ты можешь это толькоie буру. Сид mettете тебе надо. с сыром они вкусные вот эти с сыром. Так, что еще можем взять с собой? Это тоже сыр. Давай возьмем вот это вот еще. Леснато со сыром. Леснато со сыром, да? А вот это? А вот это? Окей, да. Один, пожалуйста. Так, а что еще? Может быть, не хочешь ролик обучения? Не хочу какие-то. Какое-то вкусненькое. Так, возьми себе шнек. Давай за сыром. Один шнек. Да, шнек. Федактори со сыром. Сейчас я думаю, давай еще последний нам сочин. Смотрите, здесь реально все вкусненькое и вообще классно. Сейчас вот давай шнек со сыром. Этого? Этого, да. Этого, пожалуйста. Да, супер. Такую, как мне написано, как мне таточка. Окей, что хочешь? Спасибо большое. Нам дали пакетик. Все, замечательно. Сейчас посмотрим, сколько нам это будет все. Ну, цены вообще замечательные. 46 кун. Ну, вышла эта радость. Свистенько, здорово. Итак, делимся впечатлениями. Мы с Миланом в легком шоке, хорошем, потому что здесь цены в два раза меньше, чем у нас на ВИСе. То есть, вот даже если в сравнении, эта мясная такая лепешка, сколько стоила? Ты купил ее за... Я думаю, около 30 и здесь 17. А здесь 17. То есть, мы заплатили за то, что вот вы видели. Мы заплатили 47 кун. А вчера мы купили всего две вещи за 34 или так. Так что, друзья, здесь реально в два раза все дешевле. Вот такой парадокс. Ну, что ж, приятные удивления пока. А мы с вами гоним дальше. Мы пытаемся найти какую-то, я так знаю, поучевну скутеров. Нам нужен скутер. Ну, что ж, провизия у нас, по крайней мере, такая легкая свачинка сегодня будет. Ну, а мы гоним дальше. Мы с Миланчиком не удержались. Сели на лавочке в тени и лопаем. Друзья, свежее. Такое вкусное вообще. Печиво у них вообще потрясающее. Так что, у нас такая подзаправка ранее. У меня будет жарко. Ну, и будем дальше. Мы позавтракали, но просто мы не могли удержаться от этого, от этой добрудки. Мы с Миланчиком забрели их сразу же здесь. Мы далеко еще не отошли. Мы забрели на кофечку и ранний чай. Вот такую... Ну, это не канаба, но, наверное, можно сказать, что это как ресторанчик. Сейчас, секундочку. Как ресторанчик здесь уже потихонечку сидят люди. Ну, как бы, может быть, кто-то ходит завтракать. Ты мне показываешь, это что? Бокс. Это где меню. Это где вайфай. Ну, то есть, QR-код. Осканируйте, можете подсоединиться на вайфай, либо посмотреть меню. Вот такая здесь вещичка. Город начинает потихонечку оживать. Мы уже видели здесь группу детишек. Видно, наверное, на какой-то вилет, на какую-то экскурсию. Куда-то, может быть, отправляется в большую компанию. Так, ну, и вот здесь уже и местные потихонечку вот сидят в этой кафешечке. Ну, и город начинает уже, в общем-то, оживать. Уже на великах ездят, на всяких мотоциклах. Кто-то с покупками идет, кто-то из пекарной идет. Так что вот так вот с Миланчиком мы здесь прямо с видом на море обосновались. Нам принесли наши капучины и чаечек. Я себе заказала зеленый чай с лимончиком и мед. Мне принесли, как замечательно. Я думала, сахар принесут. Мед, лимон, зеленый чай, Милана, капучинка. Кому интересно, 27 пунт за это удовольствие. То есть за чай, сейчас я заострю, за чай 12 пунт, капучино тоже. Круп стоит 15. Если, друзья, не соображу в евро, в кронах это в три раза дороже. Ну, нормально, я считаю, сколько, кстати, это даже за 60. У нас капучино за 60 крон купишь, а здесь мы еще и с чаем. Так что можно сказать дешевле, чем в Чехии. Ну что ж, мы продолжаем вот с таким видом на море. У нас сегодня утренний кофе и утренний чай на острове Брач. Ну что ж, мы никак не можем отойти от нашей кафешки. Мы буквально в самом начале вот этого чистого, этой прогулочной зоны. И мы проходим мимо, это типа винарничка. Здесь написано, что есть дегустация. Кстати, здесь есть в том числе и Прошек десертное вино. Прошек, ну, очень раз и знаю, потому что это вино мы еще покупали, когда... Мы сейчас с вами как раз таки войдем на острове Брач. Прямо вот виноделов, понятно, что здесь поделают свое вино. Вот такой сладкий десертное вино. Супер. Я там несправедливо запрету, потом на обратном пути. Потому что у нас, друзья, как говорится, за рулем пить нельзя. Мы же с вами сидем сейчас за моторку. Поэтому водитель должен быть трезвым. Ну, а второй ассистент должен контролировать, куда мы едем. Так что мы оба должны быть сегодня трезвыми. Ну что ж, мы сейчас с вами как раз таки войдем в самую гущу. Потому что там, где мы с вами сидели, это буквально только самое начало. А вот самая, как говорится, движуха, это вот здесь. Конзум. Конзум, конзум. Это магазинчик тот же самый есть. И у нас на висе здесь. Продукты. И основные продукты, овощи, фрукты. А, и химия тоже там. Ну, всегда, как говорится, все налит, что мы. Понятно, как у нас на висе такой же причалик. И вот здесь запаркованы разные маленькие сиденышки. Лодки вот такие приезжают. Ух ты, вон там еще такая круизная яхта огромная. Так что вот так вот здесь уже есть такая крышка. Ну, не знаю. Вот честно говоря, может, конечно, я это... Это понятно, это мое скучало людей. Но мне наш висе больше нравится. Я не знаю. Здесь неплохо, но как-то. А, из морска. Вау. Стой, стой, стой. Мороженое очень вкусное. Мороженое очень вкусное здесь всегда. Мы отрываемся по мороженому на висе. Покажем вам наше любимое тоже пекальное. Мироларное, точнее, соски. Чарное это называется здесь. И обязательно попробуем мороженое очень вкусное. Если не ошибаюсь, по-моему, 15 кун стоит. Да, один этот купечек. Вау. Вот, видимо, тут тихонечку кто-то завтракает, кто-то просто дает себе ранее копичку с видом на море. Так что здесь. Ну, вот здесь такие влево испробуют на то, что коктейль-бары. То есть разные штучки. Самый вкус был. Отличный. То есть я думаю, что почему здесь кто-то должен жить? Жить город. Здесь видно только огромная лодка. Так что катер огромный, круина, яхта припыла. Так, здесь, что здесь еще по левой стороне? Какой-то форт старый, я не знаю. Ну, а мы ищем туристическую информацию. Туристическое, так сказать, бюро или инфо-центр. Из пустого Милна. Это здесь, наверное, инфо-центр? Ого. Стой. Нам сейчас нужно взять карту от острова. Ну и, естественно, мы идем. будем брать на прокат скутер. Либо какой-то мотоцикл. Ну, наверное, система скутера. Посмотрим, что здесь будет, за какую цену и так далее. В общем, будем решать на месте. Ну что ж, гоним навнутрь. Пошли. Пока у нас, как говорится, мы безуспешны, неуспешны. Ищем информационное бюро информацию. То, что мы встретили за круто через 10 минут, придут. А пока никакой, так не знаю, кручевной, где мы можем взять на прокат велик или что-то. Я не знаю, уж вообще нет. Мы сюда, как раз по дороге сейчас увидели какие-то костюмы. Друзья, я совершенно не успела прочитать историю. Поэтому уж вы, как говорите, сами пока немного что делать. Давайте посмотрим, что это за костел у нас здесь. В принципе, брать он больше, он больше, чем наш островис. Ну и здесь, типа, больше, естественно, островис. Больше, наверное, таких достопримечательностей. Пойдемте, заглянем в Амут и посмотрим, что там есть он открыт. Да, открыт, я уже вижу. Единственное, что службы нет, по-моему, службы нет. Пойдемте буквально одним глазком взглянем. Пойдемте. Возьми, возьми, возьми. Здесь видно, какая-то реконструкция. Да, реконструкция идет здесь этого храма. Так что вот здесь, внутри, вот, вот это так выглядит. Миланчик сел. Здесь видно, рабочие, ну, рабочие работают. Какие-то, видно, идут реконструкция. Здесь пришла монашка. Вот вы видите. Надеюсь, меня не прогонят сейчас с камеры отсюда. Или доходит, проверяет, что здесь как. У нас обычно в черном, ведь у них в черном ходят в Чехии. Здесь, наверное, может быть из-за того, что жарко, поэтому у них белая одежда. Я не знаю, я не понимаю этих вещей. Ну что ж, а мы с вами, друзья, идем дальше, потому что время, время, время. А мы еще пока ничего не нашли, то, что нам нужно. Я уже смеюсь, говорю, Милана, ну что, нам не привыкать. Сейчас сядем в Милане на 5 часов минимально и будем здесь. Смотрите, буквально по левой стороне вот такой дом совершенно пустой. И я думаю, что, наверное, в общем-то его, наверное, и реконструкцию, и нет смысла, и, наверное, и не сделают. То есть уже вот буквально остались одни стены и без окон и без крыши. Вообще абсолютно, вот видите, так что вот прямо рядом здесь. Ну надо сказать, что много таких домов здесь и у нас на висе, и во время здесь, в Хорватску, в Кратии. Думаю, что это так останет, и что участок потом пойдет в новый дом. То есть иногда оставляют специально вот, чтобы эти дома, чтобы они сами, грубо говоря, обвалились, обрушились. Потом это все уже до снесут и здесь поставят какой-нибудь новый пансион, новый дом, новую гостиницу и так далее. Да, как у нас новый с этим нашим чешским домом. Ну мы потом покажем вам чешскую виллу и расскажем, что это, и ее уже там нет. К сожалению, это случилось буквально вот этих пару лет, пока мы здесь отсутствовали. И ищем, где можно взять на прокат. В руку поедем, если мы с тобой на велосипеде по острову. Ну да. Это будет романтично. Велики здесь, я думаю, 100% есть. Ну а скутеры посмотрим. Ну либо машину, в крайнем случае уж возьмем на прокат какой-нибудь кабриолет. Как мы один раз с Миланчиком взяли на прокат Volkswagen, такой жучок. И с Миланчиком, да, прикольно в кабриолете вместе с кошкой покатались по вису. Так что я думаю, что в крайнем случае мы с вами без колес не останемся. А уж, конечно, хотелось бы скутер. Скутер более романтичный. Но посмотрим, если нам улыбнется удача. Здесь магазин Тесак, это как бы тиск по-чешски, не похожий. То есть это пресса. Пресса. Так, и все типа, да? А где скутеры? А где велосипеды? А где машины? Здесь продают, видно, разную косметику. Алло. Косметику, ух ты. Вот здесь у нас такого нет на висе. Смотрите, здесь какая-то керамика. Цветочки керамические. О, точно, мне эта штуковина нужна. В руку, а это же этот белый камень, мне только сейчас дошло. Это же брачский камень. Точно, дорогие мои, у вас сейчас уникальная возможность увидеть. Мне только сейчас дошло. Я смотрю, думаю, это же не керамика. Здесь на браче очень интересная вещь, уникальный остров. Мрамор. В том плане, но это не знаю, если это мрамор, то есть именно так называемый брачский камень, который здесь добывают... Да, у вас есть брачский камень, да? Да. Так что это специфика именно брача. Не, не, не. Именно специфика брача, потому что он известен тем, что добывают на этом острове вот этот камень, из которого в том числе сделаны фасады известных домов, в том числе и белый дом. Поэтому вот-вот-вот вам. Кстати, я куплю, наверное, себе. Потом я думала привезти... Подожди, сейчас. Я уже сказала, что я привезу какой-нибудь сувенирчик из этого камня. Ведь я думаю, что это будет самый суперский сувенир. Причем, друзья мои, все вы навсего за 110 кунтов, получая за 300-400 крон. У нас даже такие из камня не купишь в Чехии. Так что вообще супер. Я обязательно это куплю. Ну что ж, деремся опять у нас, как всегда, приключения. Без приключений мы не можем. Значит, мы договорились с этой девушкой. Она здесь в 21 часов, и я хочу купить по-чешески это гмождиш. Вот этот вот... Не знаю, как сейчас, друзья, не могу вспомнить по-русски. В общем, молоть корни, специи и так далее. Корни тоже можно. Очень классно. Я как раз, говорю, хотела привезти какой-нибудь сувенир. И вот этот самый классный сувенир как раз и будет и практичный. Так что вот вам братческий камень, белый камень. Мы с вами увидели тот, который здесь добывается. Поэтому местонаселение, собственно, чем живет? Оно работает на вот этих... Я не знаю, если... Ну, наверное, должны быть эти каменоломни сейчас работать. Естественно, вино, оливки и что еще? И делают оливковое масло, вино, рыба, рыболовство. И вот этот камень. Это здесь на Браче. Ну, друзья, как мы узнали у этой девушки, что типа вроде бы как, если мы хотим взять на прокат какой-то скутер или что-то, нам нужно где-то в ближайшую какую-то здесь деревушку. 5-10 минут машина, либо 25 минут, не знаю, пешком. В общем, естественно, мы туда не пойдем. Сейчас нам надо добраться до инфо туристической информации. Она была закрыта. Ну, в общем, нам без уха. По полной катушке. В общем, возвращаемся обратно. Ну, мне даже интересно, к чему мы сегодня придем. Продолжаем дальше. Браческие приключения. Двух чехов продолжаются. Ну, по ходу дела, не все так плохо, как мы сначала себе это представляли. Оказывается, здесь вроде бы как еще есть одна пучева на аутбайку и так далее. То есть, там пришлось обойти весь тот, с той стороны причал. Потом сюда мы завернули, и вроде бы как по ходу дела где-то здесь должна быть, что там и машины дают на прокат, и, ну, велики нам как-то, извините. Ну, а скутер, надеюсь, какой-нибудь скутерик все-таки будет. Так что вроде бы как пока все не так безнадежно, как нам казалось. Я говорю, Милана, ну, с машины-то уже должны все-таки давать на прокат. В крайнем случае возьмем какой-нибудь кабриарет. Ты думаешь, что здесь, ну, может быть, что это... Ой, дорогие мои, после полчасовых мучений практически мы все-таки взяли на прокат скутер. Скутер гидер. Скутер вот здесь за нами. Вот наш скутер, который мы взяли, посильнее 1,25 кубических сантиметров. Миланчик уже в шлеме. Войдем, войдем. Мне тоже шлем дали. В общем, документы все мы оформили. Значит, стоит прокат такой вещи сколько? 300 кун за 6 часов, либо за 24 часа 350. Так, у нас первая остановка. Далеко мы не отъехали, потому что сразу же, практически рядом с Милной, мы увидели указатель на церковь святого кого? Святого Лурда. Ну, в общем, сейчас мы идем, маленькая церквушечка, идем изучать это место, цикады. Я думаю, что вы слышите и просто поют, а орут, как всегда. Это именно мне и нравится. Так что, дорогие мои, я извиняюсь, что у меня сегодня будет течение видео на голове, потому что мы постоянно в шлебах. Поэтому уж извиняйте меня за мой хаос сегодняшний. Так, ну что ж... Слушайте, это павлины кричат. Потому что павлины, а? Павлины кричат. Ну что ж, мы сейчас обустроились вот так в тенечке на лавочке. Запарковали нашего коня. Ну и, собственно, идем, идем на разведку. Ну и, конечно же, сегодня мы с вами вместе проедемся и покажем вам дорогу. Снимать здесь мне было тяжело, потому что реально дорога шла в горку и очень каменистая. Поэтому не надо было обеими руками и ногами держаться за Милана. Но обязательно мы с вами с ветерком еще прокатимся. Ну что ж, мы только в самом начале. Приятного аппетита! Идем на разведку. Сразу же рядышком здесь мы по дороге увидели и кладбище находится. Цикады... Ну посмотрим. Может быть, да, как Милана говорит, там были одни кресты. Ну, старое кладбище посмотрим. Вот это кричат. И просто поют, а это просто кричат. Точно такая звонится здесь, посмотрите. Как в России как-то звонится. Да, Милан говорит, как в России тоже. И говорит, что закрыто. Нет, открыто. Ура! Уф! Лаванда. Лаванда. Кстати, вот здесь нет такого запаха, как у нас на Лисе. Вот хвоей, нет такого. Ну, вот здесь колокольня. Так что вот маленький костелик, который мы с вами сразу же прямо под Миланой. Значит, сейчас закрою, сейчас он посмотрит, и мы закроем так, как это здесь было. И гоним дальше. Ну, здесь море еще видно. Друзья, смотрите, вот он зверь сидит. Огромный такой. Все, улетела, а я ее не успела снять. Тут они сидят на деревьях и общаются. Руку на тебя села, стой, 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 стой в руку. Ну, Милана села. Ну, что ж, мы попрощаемся с этим местом и едем изучать остров дальше. Ты там ТББ звонит, Наташа. Ну, конечно, я думаю, что не надо звонить Броку. Я знаю, что тебе очень хочется, но не нужно этого делать. Да, да, да. Все, едем дальше. Закрываем и гоним дальше. Ну, что ж, а вот так мы с Киланчиком выглядим со стороны и едем. Едем, да. Едем. А гоним дальше. Едем, не знаем, куда. Ну, просто едем, куда глаза глядят. Значит, что у нас здесь? Пляж. 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 Пляж Бьяка. Мы на пляж Бьяку не поедем, мы гоним. Нам сейчас можно добраться. Около 30-ти километров, я думаю. Один из самых красивых пляжей. Но не только на этом острове. А если я не ошибаюсь, он занял, по-моему, в 2016 году, наверное, вошел в пятерку лучших пляжей. Минимальная Европа, если я не ошибаюсь, называется пляж «Золотый рог» или «Золотой рог». Все из Милны мы официально уже выехали. И вот так, дорогие мои, мы с вами гоним везде оливки. Оливки, оливки. Ну, то есть, в основном, как и на висе, собственно, что это растут оливки, есть виноградники. Ну, и здесь занимаются еще рабообством. И, как вы сами видели, это белый братьевский камень. С ветерком, я надеюсь, вы меня слышите. Кто-то на машине, а кто-то нас подали, как и мы. Так, поворот, сейчас у нас будет серпантин. Погнали наверх! Дорога смонтирована, хорошая. Сейчас мы с вами увидим, сейчас мы выйдем наверх. Я налево сейчас вам покажу. Вид вот по этой стороне. Вид на море. Смотрите, какая панорама нам открывается. Вот такие виды горы. Такая долина. И море видно. И много-много оливок. Везде оливковые плантации, назовем это так. Что-то здесь ветер сегодня какой-то очень большой. Что? Чехии ехали. Милан говорит, чехии ехали. Машина с чешскими номерами. Ну, вот смотрите, открывается по левой стороне. У нас вот такая, по-чешски бы я назвала это, запока такой. Наверное, и пляжик тоже. Но везде много лодок, естественно, видно. Так, а у нас очередные серпантины. Сейчас мы поедем с вами вот сюда налево. Смотрите, какой серпантин. Здорово. Здесь намного интереснее, чем на Хваре мы были. Здесь интересны вообще как-то, ну, немножко другая. Другие пейзажи. Как-то здесь и гор побольше. Вроде бы едем не быстро, всего 40 километров. Но из-за того, что ветер, кажется, что прям нас сейчас снесут. Много серпантинов прям по этим холмам. Перед нами городок. Сейчас посмотрим, что это. Что это за городок? А, это Бобовичце вот это, да? Бобовичце. Я надеюсь, вы меня слышите, дорогие мои. Я стараюсь кричать просто прямо на микрофон. Ну, такие классические домики, собственно, как и у нас. На нашем весь год точно. Супетан. Давай на Супетан, поехали. Супетан наверху тоже красивый. Мы сейчас ветерком проедем через этот. Пролетим просто через городок. Есть церкви, у убазателей. Мы уже, по-моему, 4 церкви проехали разные. Собостная остановка. Сейчас будет еще указатель. Нам нужно подумать, куда мы поедем. Я бы ехала в руку направо. Сейчас мы посмотрим на карту. Проверила карту. Нам нужно на Драчевицу. О, там все в Драце. Там Драце, Милан, говорит, там драки. 5 километров всего. Здесь относительно все улицы, в общем-то. Так. Гоним дальше. Ну, по левой стороне видим эту деревушечку, кладбище, костелик. Все, мы выехали из Бобовищи. Бобови-ш-цы. Я не знаю, как у Ралит склоняется. Видите, нам машем Ахали. Друзья, мне так всегда нравится, когда вы едете на скутерах. И встречайте тоже других туристах тоже на скутерах. И всегда машем или сигналим. Это всегда так здорово. Ну, вот она еще одна деревушка, которую мы с вами, собственно, видели. Кладбище на лево, кладбище на лево, кладбище на лево, кладбище на лево. Кладбище, да-да-да, я уже показывала вам с той стороны. По левой стороне осталось кладбище, а вот она. Ого, здорово! В Праге, в Праге проезжаться проехали. Ух ты, здесь видно лав для влюбленных скамеечка. Можно сфотографироваться. Вот, друзья, мне здесь нравится, здесь здорово. Ну да, Милана говорит, и хороший мотоцикл, потому что, когда мы ездили на Акваре, у них не было большого выбора мотоциклов. И нам пришлось взять слабый скутер. И тем более нам сказали, что, в общем, запретили ехать через весь остров. И мы, в общем-то, не могли особо далеко никуда поехать. В общем, так что проблематично было. А здесь вообще такой хороший мотоцикл. Мы едем на Супральна. Что, светофор будет? Ух ты, я в руку, куда ты машешь, Симафор? Не знаю, мы там не потребуем на... Но мы едем на обувище, на тенге. Светофор, первый раз вижу. Светофоры. Мережища едем, да. Едем на ту, на Режищу. Наверное, да, едь. Нам надо было на Дражкевичу на эту, но там-то не было указателя. В общем, едь сюда. Вот оттуда мы приехали с вами. И гоним вот сюда дальше. Такая деревушка. Вот вы видите, как живут местные Хорваты на острове Брач. Вот домик тоже. Конечно, многие все-таки сдают именно как пенсионы, как апартаменты для туристов. Видите, что... Ну, на скутерах мы очень мало народу встречали, на самом деле. В основном, как-то все все-таки на машинах. Церковь, да. Да, очень много вот мост. Каменный мост здесь есть. Стоунбридж. И очередная церковь тоже была по курсу. Уже начинает привлекать, уже несмотря на то, что ветерочек запишет. Коровы, внимание, коровы! Как у нас, внимание, что там, кабаны, внимание, эти волоси идут осторожно, коровы! 40 км в час, мне кажется, как будто прям реально 100 км минимально. Ветер встречный. Очередной серпантин будет сейчас, наверное, здесь. Броку, осторожно! Ну, так весело мы всегда проводим время на наших любимых островах. И на месте тоже самое мы с вами покатаемся. Берем на прокат скутер и гоняем. Конечно, здорово, дорогие мои! Это вообще просто супер! Машина нас обгоняет. Хорватские номера хорваты. А вот Оливки, кстати, по правому борту. По правому борту у нас с вами Оливки были. У вас сегодня в мистом музыке будет шум ветра, дорогие мои! Музыки в этом видео не будет. Будет мой голос и свист ветра. Драчица и осымертвание. Мы проезжаем сейчас деревушку вот как раз таки в то направление, которое нам нужно было Драчевича. Как-то так. Прошу прощения за название. Ну, в общем, едем в то направление, в котором нам нужно. Мы уже с Миланчиком здесь пособирали хорошую колонну. Нас уже обогнали машину, но видно, это в серпантине было не совсем удобно обгоняет, так что за нами так три, по-моему, машина ехала. Ну, здесь уже обогнали, все, мы будем дальше. Ну, мы едем так, где-то 40-50 километров, в принципе. Вот, смотрите, виноградники, первые витеки. Первые виноградники, которые мы встречаем в Музынобрачье. И оливки сразу. То есть, естественно, здесь можно купить оливковое масло, ненависимое тоже, я думаю, бутылочку минимальную одну купим. Вино, естественно, масло, ну, рыба, понятно, но еще вот здесь и камни врачи. Вот еще тоже виноградники, кто с вами не успел, а я перейдусь по левой стороне. Тоже были виноградники и оливки опять. Запахи такие, куак-ва-я, спитые травы и цикады кричат сумасшедшим образом. Вот сейчас езжаем в такие кусочек хвойного леса и здесь такой уже более насыщенный аромат хвои. Чем мне, собственно, и нравятся эти острова, тем, что здесь очень здорово смешано именно вот море и хвойные леса, то есть как раз-таки чувствую, вот-вот здесь, ой, мням-ням, как вкусно. Вот оливки, опять оливки. Все очередная, какая-то деревушка прямо по курсу. Вот сергушка, здесь что-то строят. Интересно, мне было бы, где здесь добывают камень этот брачский. А вот он, наверное, брачский камень. Ну, точно, белый этот камень. Тойкий гумак, какой-то гумак. Вот он, друзья, мои, брачский камень. Вы видите. Вот это тот самый знаменитый брачский камень, в котором облицованы в том числе и самые известные дома на свете. Например, как белый дом, друзья мои, из этого брачского камня. Это блеса. Я сейчас, да, сейчас я свяжу. Там там и пилу, великую пилу. И вам покажу. Друзья там блеса. Посмотрим, что здесь. Пилу там, видите, что это направо? Направо. А, точно, посмотрите, какая огромная пила. У меня ноги уже все белые в этом камне. Ну, ладно, как говорится, стоит это того. Поехали. Посмотрим, как работает у нас какой камень. Смотрите, видите, вот таким большим эскаватором ломают камень. Я не знаю, что как бы это, наверное... А, ну, точно. Hello! Уникальный кадр, друзья мои. Я очень хотела это посмотреть. Это видно вот так вот, наверное, камень здесь есть. И вот точно его вот таким образом видно, как-то ломает, что ли. Сейчас вот он будет... Что он будет делать? Сейчас посмотрим, что он будет делать. Сейчас посмотрим, что он... А, ну, наверное, что-то надо с этим камнем большим сделать. Hello! Thank you! Так что вот так, дорогие мои, не будем отвлекать от работы. Вот такие огромные камни. здесь братские камни. Не будем отвлекать. Вот это именно пыль. Вот я сейчас иду, у меня все ноги белые, именно вот пыль и для как раз-таки от того, как режут эти камни. Вот наш Миланчик нас ждет здесь. А, точно на другой стороне Миланчик тоже. Смотри, как мне ноги выглядят. Каменоломния на обратной стороне тоже видны каменоломния на противоположной стороне. Ну, вот он, друзья мои, вот этот вот. Ну, это типа, наверное, как гранит похоже. Вот, называемый белый камень White, White Stone, именно братческий камень. Вот, пожалуйста. Теперь будете знать, как это выглядит. Вот таким образом, друзья, у нас проходят рабочие моменты, когда я для вас снимаю видео. И вот так вот, вот так вот я сегодня. Космонавт. Космонавт. Так что на голове у меня сегодня будет просто взрыв на макаронной фабрики. Ну, что ж, а мы гоним дальше. И вот, фабрики. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ой, опять оливки, опять очередная деревушка, и сейчас меня застегнует. Так, еще одна деревушка по курсу. Да, везде оливки растут. О, виноградники по правому курсу. Ресторанчик. Что здесь? Канаба. Канаба это ресторан. Так что будете в Харвате, ищите канабы, если хотите перекусить. Вот видите, это уже, я думаю, что здесь моря-то особо нет близко, поэтому здесь, наверное, живут уже сами, сами хорваты. Маленькая площадь местная здесь с памятником, я не успею посмотреть, кому. Так что вот здесь вот, наверное, все-таки так вот именно больше места, наверное, туристов не особо, я думаю, что нет, потому что до моря... Нет, море сразу рядышком, мы едем как-то вот именно больше по центру этого острова сейчас. Вот какая-то... дом. Что здесь? Куда? Сейчас мы запаркуемся, сделаем маленькую остановочку. На площади мы с вами, в этой деревушке. Давай где-нибудь запаркуемся. Тебе достаточно до этого места въехать в денечек? Все, супер, прямо... Нет, это не оливка. Напротив магазин, Марк. Сейчас у нас Миланчик запаркует наш автотранспорт, наш скутрик. И нам нужно еще подкупиться водой, потому что очень большая жара, и то, что мы с собой взяли, водичку мы уже выпили. Почти литр воды, очень жарко, так что мы сейчас с вами рванем вот этот вот студо-нац-маркет. И пекарна, кстати, рядом тоже. Пекара, а это пекарня, это именно как бы, ну, булочная, можно сказать. И мы сейчас заберем магазинчик и купим еще водички себе на дорогу. Так. Машняки по низу сюда? Есть вроде бы что-то, посмотрим сейчас. Так, ну что, спасибо этому дому. Идем к другому. Да, мы попили водички, купили водички за... Да, держусь. Значит, не ргай, что я не держусь. Наполнили свои емкости для воды. Попили, отдохнули в тенечке, гоним дальше. Это новенький момент стал. По главной едь. По главной едь. Так солнечно, что я практически не вижу дисплея телефона. Сейчас должно быть серпантин у нас по дороге. Ну, но ровно это будет, потому что все это все равно. Это как ровная длительница. Как длительница, да, Милан, следует как автобан. Да, орехи, по-моему, рассыпать вправо. Все, мы выезжаем вот из этой деревушки и гоним по серпантинам. Я ехала бы в пол право. Прямо, направо, супер. На пол нужно. Едем. Именно пол нам, это вот туда, куда нам нужно. Именно там рядышком находится тот пляж, о котором, собственно, я вам уже говорила, и который вам хотим показать. Может, мы даже не искупаемся. 26 километров нам добыло. А что здесь продают? Оливковое масло можно купить. Кстати, сувениры из камня белого. И оливковое масло можно купить по дороге. Это палаточка, которую вы видели. И опять, внимание, коровы. Такие мы сегодня красавцы. Прямо по курсу и брать так же, как остров называется. Кстати, здесь типа есть аэропорт. Не знаю, конечно, но... Там было нам 9 километров. Обратили, браво. Но нам надо прямо. Добро пляж, добры, 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 добры. Мы, наверное, заметили, друзья, под этот плакат, который был символом Триатики. Это как раз-таки тот пляж, который мы сейчас едем, который называется Золотой Рог, рядом с Говом. А какая красотинь нам сейчас открывается. То есть мы с вами сейчас смещаем к морю. Держусь, Миланчин. И прямо по курсу морю. И на великах впереди едут. Сумасшедшие. Хотя, ну как без горки, может быть, и неплохо. Но все-таки... Вот, посмотрите. С этого бога красоте. Красиво очень. Сейчас мы их догоним и перегоним. Нас не догонят. Нас не догонят. Видишь, такая движуха начинается. Ближе к... Вау, вентябре. К болту. Я не знаю, если видела этот выбежек. Я уже вижу. И вот он лево, ну его. Да, это он. Моего сердца шампион. Это он. Здесь так пахнет хвоей. Здорово. Вот это для меня адриатика. Это запах хвои, горячий морской воздух. И цикады. И это фантастика. Соленое, соленое море. В городок Пол. Мы находимся... Я его почему-то назвала болтом перед этим. Ну ладно. Болтать я люблю. Это вы узнаете. Так что, Болло. Это самый юг острова. Очень туристический, как бы чехи сказали, профлакилой городок. С одним из самых известных пляжей здесь, который называется Золотой Рог. И мы с вами проезжали, и блокад был. Я вам раз уже показала и рассказала, что это как бы сердце адриатики, символ адриатики. Символ адриатики этот пляж. Давайте проедемся этим полом, посмотрим. Естественно, я думаю, что здесь понятно. Апартаменты на апартамент. Вот, дом, магазин, шестовый. Сто метров. Вот видно для караванов и для тех, кто хочет кемпы. Кемпы именно для тех, кто приехал со своим домом на колесах, либо с палаткой. Так что вот здесь, потому что понятно, что вы не имеете права останавливаться, где вы хотите. С такими караванами, а нужно только в специализированных местах, кемпах. На Висе таких нет. А здесь есть вот тоже оливки опять у нас растут, море было прямо по курсу. Так. Сейнки, там прямо едем к Мурвице. О, вагончики, смотрите, здесь ездит вот такой паровозик туристический, который, собственно, и в Чехии тоже есть. Золотый Рад, точно Золотой Рог. И мы сейчас с вами проедем и обгоним этот паровозик и им помашем. И не знаю, что здесь смотреть, но, наверное, просто проводят, наверное, по городу. Это зовут и пляжи, да? К пляжам. Ты думаешь, Пилан говорит, к пляжи везут? Вот здесь плантации оливковая плантация, такая гора. Что вижу? Здесь ездит паровозик. А, ну вот, да, 1950 на этой скале написано. Я не знаю, может быть, это как раз и есть, это выглядит какая-то гора, куда можно забраться, самая высокая. Еще один кэмп. Право. Порты по левой стороне. При желании можно поиграть и в теннис, если хотите. Такую жару. Так, вот здесь парковки. Оф, хорош. Хорош, пардон, это мытье у машин. Здорово, слушайте. Бифидная инфраструктура. Хорошо развита. Что здесь можно и машинку помыть, и кемпов много. Нас сейчас держивает паровозик. Сделал маленькую пробочку. Вы видите, паровозик перед нами. О, здесь какой-то мегалитетный парк. Какой-то вид на геологическое. Еще тоже пляжи. А здесь видно, деревья когда-то росли. Золотые рад. Два километра нам еще с вами осталось до золотого. Рога. Сейчас мы и помашем всем. Все вместе помашем им. Погнали с вами паровозик. Ага, так что вот золотый рад здесь. Здесь какая-то вилла тоже. То есть можно прямо здесь остановиться. А вот это тоже парковочка для этого паровозика. То есть можно здесь паркинг. Нет, поклина бич. Нам не нужно поклина бруку. Мы едем на отдачу. А вот это твоя ворона, я. Поклина-то на низ лотый рад. Лотый рад дальше. В горку на велике. О, паровозик. Все видно, выложил туристов. А, наверное, точно брук он ехал на пляж. Знаете, меня это в своем способе напоминает гагры. Гагры в Абхазе, когда мы с Миланчиком были. Вот то же самое море, как променада и тикады и вот твойные деревья. И вот нечто подобное именно здесь, на этих островах. Так, парк. Вот здесь паркинг в Бруку. Так, все. Мы, Миланчик, уже даже переоделся в свои шортики плавательные. И мы идем... Ну да, еще тебе покупаться можешь с ключами. Мы уже, кажется, проходили. Сейчас мы заплатим. Потом тебе там. Сейчас мы заплатим за парковку. Я вам покажу ценник. Но для нас, для скутриков, это 20 крон. 20 кун за целый день. Так что цена вообще замечает. Сейчас мы заплатим здесь парни внизу. Нет, здесь. Вот здесь одна парковка внизу. Точнее, наверху. А другая парковка внизу. Сейчас мы им заплатим. И я сейчас покажу ценник. Здесь. Я уже издали вижу, как летают на Падаку на парашюте. Вот здесь реально можно оторваться. Я уже вижу. Но я читала на интернете, что здесь инфраструктура, в общем-то, очень хорошо развита на этом острове. Да ладно, если нам здесь прекрасно, сейчас еще заплатишь за то, что... Нет, все, мы заплатили уже за парковочку. И нам сказали пройтись здесь прямо и направо. Мы с вами попадаем. Я уже вижу, дорогие мои, толпы людей. Вы, возможно, их еще не видите. В общем, мы сейчас, через секунду, окажемся на пляже. С собаками сюда нельзя. Ну, с кошками, наверное, можно. Смотрите, давайте посмотрим отсюда. Я думаю, что это, наверное, уже кусочек будет виден. Вот он, друзья мои. Голова на голове. Это тот самый-самый известный пляж, который называется Золотой Рог. Ну, а здесь таскают на, как всегда классика, на парашюте. Ну, вот яхточки. Ну, что ж, так что мы с вами сейчас отправляемся на пляж. Вот, может быть, здесь Голден Хейп. Информация об этом пляже. Инфраструктура должна быть у него хорошая. Но здесь не песок, дорогие мои. Это здесь мелкий-мелко-мелко такая галечка. Это не песчаный пляж. Ну, в общем, сейчас мы с вами все это проразондируем лично. 400 метров длина, да, выдающейся в море части. Вот, смотрите, тоже отсюда вот как раз-таки этот, этот, а не, эта часть острова, этот пляж известнейший. Золотой Рог, даже по-русски. Символ Адриатики. К хвойному лесу мы сейчас идем, дорога на этот пляж. Народу здесь всегда так много. И это, собственно, понятно. И это с этим тоже, это вы должны принять, если вы хотите здесь отдыхать. Что здесь всегда столько народу. Да, водичка, ну, она всегда, в принципе, в Хорватии вода, она везде всегда чистая, пруглая дна, так называемая. То есть видно дно. И в этом году очень теплая вода, потому что стоит жара, то есть все прогревается. Фантастически. Мы с вами ходим к пляжу, но вы это видите, сколько здесь. Так, так сказать, валяется народ. Так, посмотрите, сейчас спускаемся прямо на этот пляж. Конечно, честно сказать, друзья мои, с высоты он выглядит более красивее, чем... Боже мой, массакр. Не знаю, друзья мои, я вот лично, наверное, так бы не смогла отдыхать две недели вот в таком. Это массакр. Все хотят здесь поплавать. Ну что ж, мы сейчас найдем где-нибудь местечко и тоже хотим искупаться. Итак, мы сейчас прямо на самом пляже, можно сказать, практически в самом центре пляжа Золотой Рог. Но, честно скажу, мое первое впечатление, конечно, я в шоке от того, что мы как-то с Миланчиком привыкли все-таки к какому-то такому более спокойному отдыху. И когда вот так голова на голове, ну, я не знаю, кому-то нравится, я ничего не буду говорить. Если вот вы готовы вот в таком месте отдыхать каждый день, то это, конечно, на вас. Я сейчас пошла переодеться, друзья мои, мне пришлось, ну, в прям смысле, переступать через людей, то есть вот люди ложатся там, где есть свободное место. Миланчик у нас уже, я тоже уже искупалась, вода, как я сказала, в этом году очень-очень и очень теплая. Вот у нас просто вот такая красотень. Это не песок, друзья, это мелкая-мелкая-мелкая галечка. И здесь, конечно, для ног более приятно, то есть не так болят ноги, как, например, у нас на Висе, там, где крупные камни. Конечно же, для этого... Ну, Миланчик прям плавает в таких специальных резиновых белых таких, белые, типа, как они называются, кроксы. Здесь, конечно, специальные ботиночки продаются такие резиновые для плавания. Из-за того, что, как вы сами видели, этот пляж все-таки выдается таким, ну, как рог, да, таким рогом. В море здесь ветер. Здесь сильный ветер и постоянные вот такие волны. Что, собственно, ну, не знаю, как бы, да, то есть постоянно надо ловить волну, если не успеете, то вас в тельце ей накроют. Миланчик обрадовался, он увидел палачинки. Мы очень ждем палачинки на нашем острове Висто, что раньше переезжал такой нормальный мужчина и делал палачинки с разными наполнителями. То есть палачинки, это, друзья мои, это блины. Вот здесь мы нашли. Так что я думаю, что палачинку мы здесь обязательно слопаем чуть попозже, потому что мы сейчас хотим проверить другую сторону, другую сторону этого пляжа. Да, здесь, конечно, инфраструктура здесь живет. Так, по цене палачинки где-то 30, аж 40 пунктов, то есть где-то, ну, грубо говоря, 120 крон за палачинку, но, как правило, они большие и, и, в общем, вы наедитесь. А здесь у нас, вы видите, картофель фри и разные куриные, типа как мунгетки. Так, для детей можно попрыгать, поскакать, попрыгать и так далее. Там еще ресторан. Ну, в общем, друзья мои, здесь все живет. И, в общем-то, это супер. Да, здесь тоже такой бар. Здесь уже видно поспокойнее, наверное, да? Скорее всего, ветер все-таки больше с той и с другой стороны. Да, здесь уже спокойно. Всегда там подветренная сторона, а здесь, можно, видите, взять видо на прокат и солнечные зонты. Можно вот здесь так развалиться, так и в ресторанчике. А вот там летают на парашютах сезон за 80 фун. И лежак. Ну, и за 240 это типа два лежака вместе с зонтом. Это за сколько? Наверное, за день должно быть. Ну, скорее всего. Так. Миланчик, здесь жарко, друзья. Здесь уже нет ветра и уже спокойное море. И жарко очень. Милан Смеца говорит, это типа здесь VIP, а там это такая для обычных. Ну да, наверное, здесь уже это платные. Кто хочет, заплатит. А там это типа бесплатно. А здесь начинается пляж для обычных. И вот здесь уже ветерочек. Сейчас с вами выйдем. Давайте на самый хвостик этого пляжа, этого выпешка. На парашюте две персоны. 700 кун. Это на парашюте. Так, на этой таблетке 100 за человека. И какая-то флайфиш, летающая рыба. Прикольненько за 200 кун. Ну. Ну. Ну вот, следующая партия пошла. Так, а мы с вами идем на самый хвостик. Как я уже рассказывала, этот хвостик, он меняет постоянно свою форму. Из-за того, что он как бы течение, даст одной из другой стороны, и он немножечко меняется периодически. Вот мы с вами, друзья, пришли на самый хвостик этого пляжа Золотого. Ты? Ты здесь? Да. Ну что ж, кони ухода. Миланчик, мы наблюдали, то ли это соревнование происходит, то ли какой-то тренинг. Или вот вдали тоже серфуют. И здесь у нас была лутка. Как раз здесь фотографируют и снимают, видно, на... Скорее всего, фотки делают. Здесь видны команды. Французские, итальянские, чехов. Видите, да? Вот так вот. Сейчас он. Упс. Ну, помогают вытащить из воды. Видите, как эта конструкция выглядит. Выглядит с другой стороны. То, что под водой. Геологи, видимо, это мой перакутчик. Ну да, то есть оно не особо и длинное. В принципе, ясно по скорости пролетает, конечно. Аэродинамика хорошая. Так, ну, здесь тоже вытаскивают. Так что, так, дорогие мои, мы с вами сегодня столько всего интересного увидели. Видите, что там не жарки. Ну да, то есть видно у них, видно, что под вот с футболками специально видно. В кажется, это такие жилеты, именно, которые храняют позвоночник и видно, если есть, что-то. Драйлер футбляра называет Петя. Ну, давайте посмотрим. Вот, Милан хочет, чтобы я вам еще вот так прошлась и показала, какого размера вот это крыло и вот там тоже монтировать. Вот оно. Вот они. Вот вы сегодня стали свидетелем. Видно какого-то такого соревнования. Ну, что ж, дорогие мои, ну, а мы с Миланчиком все одеваемся. Сейчас мы идем в душ. Здесь можно сходить в душик и с вами мы гоним обратно в Милну. Нас ждет Катамаран. Катамаран. Брукл. Миланчик хочет, чтобы я вам еще показала одну вещь, как вот здесь на парашюте. Я вам показывала издалее. Хочет, чтобы я вам приблизила. Двое летят на парашюте. Ты доволен? Красава, красава, наверное. Я их потеряла, вот они. Ну, там должно, наверное, ветер быть вообще, наверное, должен быть там реально сильный. Учитывая, что здесь внизу, я думаю, что наверху там должен быть хороший сквознячок. Друзья, прикольно, прямо над нами, а вот этот канат, он ведет вот-вот на противоположную сторону. То есть, они их натянули, вот они так висят и обозревают окрестности. Потому что, к сожалению, у нас нет времени, друзья, проехать с вами весь остров Ашина-Фортипал. У меня это сейчас в середине. В середине Устов-Брача, он намного больше, чем остров-Виз. И, как я уже сказала, таким маленьким скутриком нам, конечно, быстро так не проехаться. Нам еще нужно успеть. В 6.40 вечера у нас сегодня едет катамаран обратно на остров Виз. Потому что, другого катамарана нет. То есть, как один раз в день он едет с Виза в 7 утра, так он отсюда с острова-Брач уплывает в 18.40. То есть, другому варианту у нас придется спать до следующего вечера здесь, если мы не успеем на наш катамаран. А у нас кошечка нас ждет дома. Что нам сегодня нужно обязательно вернуться домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Она на роли ходит между людьми, и нам с вами помахало, и мы с вами будем дальше. Проехал наш паровозик, я прям успела на самый конец включить микрофон. Ну что ж, мы уже гоним на нашу парковку, переодеваемся с Миланчиком и едем обратно. Ну что ж, расскажи, понравилось тебе, давай, твои впечатления. Впечатление? Ну так же скажу, этот кап, золотой кап, голд, кап, хорошо, и хватит, но людей, я... Очень много. Я бы даже не могла не следить. Миланчик говорит, мне здесь все нравится, если бы не было людей. Ну, на самом деле, друзья, устаю уж от этого, природа красивая, море, все замечательно, но... Ну, не знаю, я еще раз говорю, это на любителя, я не говорю, что это плохо, просто для нас, вот лично мы с Миланчиком в острове Вис, это наше. Ну, может быть, мне бы вот не хватает, может быть, какого-нибудь такого ресторанчика, как мы с вами сейчас проходили, видели, красивая девушка играла на саксофоне, вот, может быть, такого барчика мне бы вот не хватает на Висе. Немножечко иногда туда забрести, а так, в принципе, я бы сказала, что я бы здесь не смогла, наверное, две недели вот в таком кошмаре. На самом деле, это голова на голове, но зато вы и находитесь, в общем-то, на самом известном, на самом известном пляже-отрядчике, можно так сказать. Ну, вот, мы идем с вами обратно на парковку через такой же лес, но мы возвращаемся по дороге и переодеваемся и рванем обратно. Ну, я вам, естественно, еще покажу, что-нибудь интересненькое по дороге, и, конечно же, мы с вами обязательно вместе купим сувенирчик, сувенирчик из браческого камня. Без этого я отсюда не уеду. Ну, что ж, продолжаем цикады. Послушайте, я сейчас пройду, молча, и послушайте цикады. Погнали, все, до следующей встречи. Золотой рук. Па-па! Все, мы помахали, нам тоже помахали, и гоним, друзья, дальше, потому что уже 4 часа, и за сколько? Два часа с половиной, грубо говоря, нам отплывают газовара, то есть нам нужно успеть вернуться обратно. Вот такую красотень мы оставляем. И говорим, бам-бам-бам! Хи-хи-хи-хи-хи! И гоним обратно! Хи-хи-хи-хи! Сейчас нас ждут серпантины обратно. Сейчас мы погодим в горку. Бам-бам-бам! Хи-хи-хи-хи! Хи-хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Те, с которыми мы утром в Милне брали на прокат наш скутер. Так что, видите, они тоже приехали на Бол. Ну что ж, сейчас я вам покажу с этой выглядки, как здесь красиво. Бол, но это все Бол, походу, дело вот это. Ну да, получается, что это все Бол. И вот, друзья мои, вот там самый последний такой выбежи, как я говорю. Это как раз таки и есть, да, как раз таки тот пляж, о котором мы с вами говорили, и о котором мы с вами были. Ну вот много лодочек курсирует, вот под нами еще один пляжечек вот здесь. Так что вот, вот так вот остров Брач, город Бол и пляж Золотой Рог. Ну а здесь можно и посидеть, отдохнуть на солнышке. Ну а мы гоним дальше с Миланчиком. Оооо! 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 Так, до Милны нам остался 31 километр. О, точно, перед нами сейчас поедут те, с которыми мы брали на прокат. Точно, это они. Тоже едут в Милну обратно, прямо перед нами. Они нас упогнали, когда мы с вами были на смотровой площадке. Но они взяли квадроцикл и пукину. Здорово. Ну вот так вот здесь тоже ездят туристы. Друзья, мы останавливались по дороге. Вот такая палаточка, где можно купить тоже все из камня. Но цены здесь, мы думали, что дешевле, чем в Милне, а оказывается нет. Например, вот такой большой, может, здесь 180, там 150, а вот такой 150, а у нас там 110. Так что, однозначно, мы это все купим у нас в Милне. Вот такие вазы хотите, можно вазы вот такие с собой, на скутере увезти. Интересно, сколько такая ваза весит. Вот, типа, на кладбище вот такие, на свечке. Так что, вот. Вот мы езжаем по Миллу. О, газон, экстричь. На море перед нами. Ну, вот здесь, здесь школа тоже местная. Костюлик здесь на холме. Ну, и яхточки уже видны. Так что, мы подъезжаем с вами уже к ученицкам. Так, а сейчас нам нужно найти бензоколовку, потому что, когда вы берете на прокат скутер, вам его дают с полным баком, и вы его вернуть должны тоже с полным баком. Поэтому нам сейчас нужно... Нужно... Где-то наверху, она сказала, на холме, да. Нам объяснили, что, по ходу дела, здесь должна быть где-то бензоколонка наверху уже. Чтобы нам заправиться и вернуть, мы уже вернем скутер, потому что у нас уже, ну, скоро, я думаю, так, может, часик, наверное, остался до парома, сейчас посмотрю. Я так по ощущениям, думаю, что сейчас где-то, наверное, около пяти часов. Пять, может быть, так, начало шестого. Может, в руку. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь такие острые повороты и такие серпантины иногда очень буртые. Здесь, наверное, бензоколонка и для лодок тоже, в том числе, друзья. То есть здесь можно заправляться, как у нас на ВИСе, не только машинам, скутерам, но и, естественно, ой, лодка. Боже, у меня уже болит пятая точка сегодня. Так что сейчас я вам покажу, как из-за лодка заправляется, наверное, да? Или уже заправилась. Сейчас Миланчик сказал, что нам нужно заправить полный бак. Ну, а вот там отплывают, они как раз-таки только что заправились. То есть здесь вот можно заправиться только для, я вам сказала, для автомобилей и мотоциклов и так далее, но и для лодка. А вот, вот-вот-вот, видите, как раз сейчас происходит дозаправка вот этого катера. Там вставлен в туалет и в этой колонке фигарет, ему бензин. Ну, сейчас мы будем заправляться. Миланчик сказал, что нам нужно заправиться вот для вот этой штуковины до полного бака. Это так мало смысла? Это мы так мало съели? Мы проехали сегодня километров 60, наверное. Не может быть так интересно. Но это единственное, это только хорошо, естественно, я ничего против не имею. Ну, просто я думаю, что будет больше. А ты уверен, что так мало? Ну, а все. Возвращаемся обратно. Буквально сейчас здесь прямо под нами находится вот эта вот Пулчевна, то есть, ой, Рэнд Пулчевна или по-русски. Крутые, вот смотрите, какие крутые повороты. Боже мой. В общем, где можно взять на прокат. Прокат. А, машины у них тоже были. И были машины, спутера, квадроциклы. И бу-бу-гу-гу. Как они называются? Букины. Бугач. На левое, да, нам надо точно все. Есть какая-то типа остановка автобусная. Вот еще очередные туристы приехали. Так, а мы заезжаем вот сюда. Отсюда мы с вами отстартовывали рано утром. Ты думаешь, мы проедем? Ой-ой-ой. Ну, все вот, дорогие мои, мы уже сейчас сдадим. И пойдем с вами еще купим сувенирчик. Сувенирчик из брачского камня. Так, где бабуля? Не знаю, где бабуля. Сейчас будешь бабулю ждать по часу. Ау. Что, друзья, скутер мы наш отдали, но как всегда с приключениями, потому что мы приехали, такие ла-ла-лай, на скутере закрыто, никого нет. А у нас остался час, даже почти 40 минут до нашего катамарана. Если мы не успеем, значит, только завтра вечером. Ха-ха. Значит, звоним на телефон, который там у них указан. О, типа, я ей дам знать. В общем, ждите. Ну, мы ждем 5-10 минут. Милан говорит, слушай, я уже не могу все. Я говорю, давай звоним еще раз. Мы типа, ну все, как бы времени нет, надо быстро. Давайте им у нас это листки, карта. Карта куплена, быстрее. В общем, приехал мужик. А у нас мы его сейчас ставим. Вы бросите там этот скутер. Типа, я говорю, бросить не можем. Во-первых, ну, как бы ключи документа. А во-вторых, извините, мы оставили селфи-палку у тетки там в этой будке. Ой, он очень приемчался, мужчина, извинялся. Ну, как бы нормально. Ладно, все, в общем, разобрались. 40 минут у нас осталось до катамарана. Ну, да, то есть, как бы, другой вопрос. Мне тоже этот момент пришел в голову, если бы мы переехали вот прям под завязку, как говорится. То есть, естественно, мы бы ждали, и мы бы опоздали на наш катамаран, и наша кошка бы там умерла от голода. Без мамы и папы. Ну, в общем, друзья, гоним покупать сувенир. Пить очень хочется, мы выпили вообще всю воду, что мы привезли с собой, что мы еще купили. Есть уже никогда, будем есть уже дома. То есть, времени у нас нифига не осталось. Так что, купаем сейчас сувенир и гоним к катамарану, потому что нам еще надо дойти до этого причала. Переворачиваю камеру и погнали. Так, значит, покупаем сувенир. Сейчас, если у меня есть, а, все есть. Значит, 110 кун стоит, я могу сейчас никак сообразить по-русски, в общем, называется, может, дишь по-чешски, из брачского камня. Так, сувенир, тот, который я хотела. Вот мы выбрали все, суперский, везем домой. Все, бежим дальше. Ура! Я очень рада. На город уже такой, относительно, можно сказать, они мертвые, конечно, но. Народу мало. Ну, сейчас они, да, как Милан говорит, наверное, выспятся, сейчас, когда жара. И выйдут уже попозже. Вот здесь Конзу магазинчик, сейчас мы купим водички, очень хочется пить и гоним на наш катамаран. Сюда броку, можешь, нет? Милан, да, наверх. Маркет броку. Ну, вот, должен быть, наверное, маркет с водой. А, вот он, это больший магазин, студенадцать, типа, маркет, это больший магазинчик. Лучше сюда, потому что, наверное, только овощи, фрукты. А здесь именно и с напитками. Все, сейчас, ребятки, я выключаю камеру, купим попить, все, что очень хочется пить. Миланчик дорвался до холодного пива. Что это за пиво? Голлштейн премиум. Это чье? Возможно, дойче, дойче колье. Ну, а я водичку, я не могу в такую жару пить алкоголь, я вообще не знаю, как чехи, вообще как пьют пиво в такую жару. Ну, а нам с вами нужно аж вот туда быстренько доскакать. Милан, она прям на один залпом выпила. Сейчас выкинет. Мы с вами гоним на катамаран. Ну, и распрощаемся уже прямо в катамаране. Вот в этой кафешечке мы с вами сегодня начинали утром. Миланчик так наивенно думал, что мы еще кофеечек попьем. Я думала, что мы с вами еще в стрим выйдем. Но ничего подобного. Мы, как всегда, ну, ничего, зато мы с вами хорошо покатались. Встали мы, конечно, но ничего, сейчас приедем, поужинаем. Фу, супер, день был классный. Так что теперь только осталось вам быстренько смонтировать это видео и увидеть его немножечко попозже. Так, ну, а мы гоним. Жара вообще не спадает. Очень жарко. Хочется антокопить, даже особо есть-то не хочется. Сможет, в пекарну еще забежим, если будет открыта пекарна. Какие-нибудь вкусняшки возьмем с собой домой на весь. Самую, чтобы ее никто не празднует. Ну, посмотрим, если там что-нибудь оставили для нас еще немножко вкуснятки. Мы с Миланочкой сейчас, правда, смотрим. Вот именно на другой стороне, на противоположной, как раз-таки, и где мы с вами брали на прокат лодку. А вот там, прямо по курсу, на противоположном берегу, там как раз бензоколонка, где мы заправлялись. Ну, а до причала нам еще немножечко пройти. В принципе, мы успеваем, но так, тип-теп, в общем-то, нормально. Еще нам пройти за то всю набережную, и прямо там, за поворотом, будет наш причал. Ну, вот олива, опять кафешечка, которую мы сегодня утром видели с вами. И машина все так же стоит, со номерами оливкой. Оливка один. Так что, вот, друзья, вот такой у нас теперь уже вечерний чернебрач. Минут. 15 минут там осталось до нашего катамарана. Кошмар. Ну, вот приплывает наш катамаран, к которым мы сейчас поплывем обратно. По идее, он, наверное, должен сейчас плыть с сплита. Сплита через брач и к нам на вид. Да, наш Еленек, наша Елена, к которой мы с вами рано утром приплыли. Так, тот же самый катамаранчик сейчас нас повезет обратно. Сейчас будем опять пришвартовываться. И поплывем с вами обратно домой. Постоянсь с Миланчиком и смеемся, друзья. Это какой-то бесконечный поток. Вот, наконец-таки, все огромное. Друзья, огромная-огромная толпа молодняка приехала на этот остров. Я вообще в шоке. Прям такая крутая тусовка. Весь, все побережье, наверное, здесь вот реально, друзья, просто это мне бесконечно было. Ну, теперь запускают нас. Нормально. Так что приехали веселиться. Нормально пьют вино. Нужно забираться с чемоданом и с грузом к этим скользкому трапу. Ну, ничего, мы справились. Так что, все, мы загружаемся. И теперь все, кто здесь, всплывут на весь. Капитан готов. Всегда готов. И мы углом дальше. Молодняк здесь на работу отрывался сейчас по полной катушке, если они уже прямо начали уже прямо в катамаране пить. И продолжили прямо, не стесняясь, здесь, прямо перед катамараном уже, когда вышли. Так что, я думаю, что сегодня будет горячая ночь. Везут какие-то бананы для Наташи на весь. Ну, а мы с Виланчиком уже сидим. Вот такой вид у нас сзади. С нашего катамарана сегодня как-то обратная дорога у нас. Нас немножко штормит. Даже, кстати, даже очень штормит. Я не знаю, если нет, а внутренне это, но идет, видно туда, в какой-то отсек. Потому что какая-то такая волна сегодня хорошая идет. Потому что приплыли утром, и было вообще спокойно абсолютно. А сейчас даже ходить невозможно по салону, умотает вообще капитальным образом. Вау, здорово. Так, здесь есть у нас такой бар. Я туда уже не дойду, наверное. В общем, есть там и кофе, и напитки. Так, ну а вот так вот внутри у нас выглядит наш катамаран. Миланга, здесь уже ездят чемоданы. И вот так у нас с ветерком. Нормально. Сейчас я еще попытаюсь, может быть. Нет, вперед я давно уже боюсь, что не дойду, наверное. Хотя может быть дойду. Какой я скусил с ним, дойду, бшеду. Еще воданы ездят. Я не знаю, как ходят матросы по палубам. Это вообще реально невозможно. Здесь чемоданный отсек. Чемоданчики. Палуба вообще мотает нас сегодня капитальным образом. Идем с вами вперед. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Вот так весело мы с вами прошли. И встречает. Тут одна как сумасшедшая ходила по салону. И вообще классно. Кошмотает. Вообще нереально. Я не знаю, как матросы ходят. Для меня это осталось просто загадкой. Ну что ж, все, будем домой. Миланчик уже тряхнул. Ну так, дорогие наши. Все, мы с Киланчиком пережили. Сегодняшний умер вилет на остров Брач. И мы с вами сегодня проехали, практически, местных полу острова. Наскутрия. И у нас есть жемчужина, можно сказать, адресика. Такой мучнейший пляж, который называется Золотой Рог. В Более. Ну да, приводить данные штуки, реально, да. Мы сегодня с вами проехали у нас по Калитаре. Все, дорогие мои. Мы поедем домой, к нашему музею. Отдыхать, ужинать. И до встречи в новых видео, в новых стримах. Мы вам целуем. С вами была Анна Милан. И вас обожали. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok